Снежный пирог Включаем духовку и растапливаем 50 грамм сливочного масла. Пока она у нас нагревается, мы замесим тесто. Смешаем сухие компоненты. И в нашем случае это мука, 200 грамм. Пакетик разрыхлителя, 10 грамм. Кокосовая стружка, 2 столовые ложки. 100 грамм сахара. Есть такая хитрость, мы нажимаем кнопочку на весах Тары Холд, обнуляем. И следующий компонент засыпаем. Теперь перемешиваем. Снежок такой. Да, всегда. У нас все напоминает снег. И добавляем еще два компонента. Это у нас кефир. Нам нужен один стакан кефира. И растопленное сливочное масло. И за ним у нас будет смазан противень, которым мы будем печь наш пирог. Это такой пирог, что у меня друзья и муж просто не могут остановиться, пока не съедят большой противень этого пирога. Он очень вкусный, необычный. И поэтому я делаю количество всегда в два раза больше. Так, Сашенька, замешивай. Сливочное масло очень вкусно пахнет. У нас будет само тесто, ягоды и посыпка. Для посыпки ягод мы возьмем любые вообще ягоды. Можно замороженные. Можно фрукты, порезанные небольшими квадратиками. И сегодня мы возьмем клюкву из морозилки. Выкладываем наше тесто на противень. Он должен быть таким, да? Да. Тоненьким слоем. И получается, потом он должен подняться? Он еще поднимется раза в полтора. Теперь осталось вам сделать посыпку. Нам понадобится 50 грамм муки. 50 грамм кокосовой стружки. 75 грамм сахара. 20-30 грамм сливочного масла. И все это надо просто размять руками. Распределяем по поверхности. И вот такой снежный зимний пирог будет траливать вас и ваших друзей. И помним о том, что выпечку с разрыхлителем надо сразу ставить в духовку, чтобы она хорошо поднялась. 180 градусов, 15-20 минут и пирог готов. У нас чудесный кокосовый пирог. Мы его вытаскиваем. Желательно его делать очень румяным. Он добавит уюта и вкусного аромата на вашей кухне. Спасибо. 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 Спасибо.